Моя позиция здесь однозначно. Пакт Молотова-Риббентропа, и это не должно вызывать удивление в России, так или иначе привело к нападению на Польшу. 1 сентября Польша была атакована Германией, а через две недели с востока войсками Сталинской России. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом Европейской державы Советского Союза с Гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа, на двусторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора, или как его еще называют, Мюнхенского сговора. Обращаю ваше внимание, что после подписания этого договора в конце сентября, если мне не изменяет память, через день, через день польское тогдашнее правительство предъявило ультиматум Чехословакии и ввело свои войска в один день вместе с вермахтом на территории Чехословакии, оккупировав две области Чехословакии. Я сейчас не даю никаких оценок, и я не для этого сюда приехал. Я приехал по приглашению премьер-министра для того, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим во время Второй мировой войны, и воздать должное мужеству и героизму польского народа в борьбе с нацизмом. Но если мы говорим об объективной оценке истории, мы должны понять, что она не имеет одного цвета. Она была многообразной, и ошибок было наделано со многих сторон огромное количество. И все эти действия, так или иначе, создавали условия для начала крупномасштабной агрессии нацистской Германии. Вот над чем мы должны работать, если хотим видеть объективную картину. А если кто-то ставит перед собой цель, выискивать из этой старой и уже заплесневелой булки какие-то изюминки для себя, а в супплесне оставлять одной из участниц этого процесса, то ничего хорошего из этого нюма Российской Федерации, парламент страны осудил пакт Молотова-Риббентропа. Мы вправе ожидать того, чтобы и в других странах, которые пошли на сделку с нацистами, было это тоже сделано и не на уровне заявлений политических лидеров, а на уровне политических решений только за освобождение Гданьска отдали свои жизни свыше 53 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. В польской земле лежит 600 тысяч моих соотечественников, которые приближали победу над нацизмом. 600 тысяч, а всего из 55 миллионов, павших во время Второй мировой войны, более половины, более половины, это граждане СССР. Вдумайтесь в эти страшные цифры. Субтитры создавал DimaTorzok